Отсутствие качественной питьевой воды, новой школы, асфальтированных дорог и других благ цивилизации уже не первый год беспокоят жители села Байкинжек из Лародинской области. Они не раз обращались в различные инстанции, но положение дел, по их словам, не меняется. Вот уже 15 лет вблизи села ведут добычу урана. Сельчане надеялись, что масштабное производство увеличит потенциал населенного пункта. Однако за эти годы в Байкинже не построили ни одного крупного объекта. Алибек Башуленов услышал жителей. Звук школьного колокольчика приятен и звонок. Однако инструмент изношен, металл проколот. Аналогичное состояние и у школы в селе Байкинже Женахурганского района. В классах есть интерактивная доска и компьютеры, доступен интернет. Но у здания осыпается штукатурка, рушится фундамент. В каждом из начальных классов сейчас обучается по 32 ученика. То есть в них собраны дети двух классов. Все потому, что школа маленькая, вместимость не позволяет. Нашему селу нужна большая школа. В связи с тем, что 100-местная школа не может вместить в себя всех 260 учеников поселка Байкинже, начальные классы занимаются в этом старом здании 1964 года постройки. А зимой малыши учатся здесь в две смены вот таких маленьких классах. Потому что вот такие старые пичи контрамарки не в силах нормально обогреть. Вот такое старое здание. Еще одна проблема в селе – дефицит питьевой воды. Качество, используемое сельчанами живительной влаги и 700-метровой скважины, вызывает опасения. Кроме того, в Байкинже до сих пор актуальна проблема дорог. Из всего имеющихся 14 улиц асфальтированная только одна. Из нашего сельского округа в казну нашего государства в областной бюджет поступают определенные средства. Просьба жителей заключается в том, чтобы больше средств направлялось на решение социальных вопросов нашего поселка. Таково их предложение. Чтобы услышать ответ на вопрос, почему в их селе годами не решаются социально важные вопросы и не улучшается инфраструктура, жители Байкинже обратились в департамент антикоррупционной службы. Выслушать жалобы сельчан сюда специально прибыли и сотрудники проектного офиса Ахмешет Адалдакалана, экологи, представители районного Акимата. В рамках компетенции проектного офиса Ахмешет Адалдакалана, созданного для предупреждения бытовой коррупции, все обращения жителей мы доведем до соответствующих государственных органов. Система водоснабжения села подключена к Сардаринскому групповому водопроводу. Но чтобы подключить воду, мы ждем завершения строительства Талапского группового водопровода. Вода в этом году будет. Что касается строительства новой школы, работа ведется. Средства для разработки проектно-сметной документации будут рассмотрены в этом году. В мониторинговой группе сельчане выразили и сомнения относительно чистоты воздуха и поливной воды в каналах. На то основания имеются, говорят они. Вблизи села функционирует уранодобывающее предприятие. На 2020-2021 годы выделены дополнительные средства для специальных исследований экологического состояния этих земель. Будет проведена независимая экспертиза. Ее ход и выдача заключений пройдет с учетом мнения и предложений местных жителей и представителей общественных организаций. Представитель районного Акимата заверил, заявления жителей не останутся без внимания. Но когда решатся проблемные вопросы, не уточнил. А пока жителям села Байкинже придется продолжать пить некачественную воду, обучаться в старой школе и передвигаться по пыльным улицам без асфальта.